Сегодня наш путь лежит в творческий комплекс «Истина большая». Она передана через мудрость светлых сказок. Сказочник, проникновенно исполняя песню за песней, последовательно ведет слушателя по счастливому пути взросления и наполнения души. Знакоми нас с действиями сказочных героев. Видите, такая уже нам подсказка дается, да? Что во всех десяти песнях-сказках «Истины большой» есть некоторый такой путь сказочных героев проходит. Наполнение души, еще и взросление души. С этим мы будем знакомиться. Сегодня наша встреча с песней «Новый день». Само название уже настраивает нас на что-то прекрасное, красивое, вдохновенное. Обычно день у нас ассоциируется со светлым временем суток, да? Но поскольку эта песня-сказка, и рассказывать ее будет сказочник, то приготовьтесь встретиться со сказочным героем. В таком образе «Новый день». В каждой песне есть творческий комплект, то есть целый ряд творческих приложений для более близкого с нею знакомства. И вот сейчас одно из таких приложений — это будет инсценировка этой песни. Давайте мы ее послушаем, почувствуем волну каких чувств дарит нам этот герой, и посмотрим инсценировку на сцене. ПЕСНЯ 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 Мир единый, красота в нём всегда. Для цветов, для полей Принесём нежный свет души своей. Пробежим по чистому полю Влажных трав едва касаясь, Распахнём свои ладони, Обращаясь в небеса. Вдох наполним синевою Взор рассветными лучами И хрустальною красою Благодарные сердца. Мир единый, Мир единый, Красота в нём всегда. Для цветов, для полей Принесём нежный свет души своей. Принесём нежный свет души своей. Это наш сказочный маршрут. И мы последовательно познакомимся с каждым из творческих приложений этого удивительного творческого комплекта. Красивая песня, правда? Кому понравилась, помашите мне рукой. Скажите, вот сказочник наполнял нашу душу. Наполнилась душа чем-то хорошим? Может, даже можно сформулировать чем, да? Вот для нас, для слушателей, пользователей этого творчества Авторы придумали такую игру, Очень простую, доступную любому. Вот то хорошее впечатление, Может быть, благодарность или открытие в самой песне, Пообщаться, об этом поделиться. И вот сейчас я приглашаю тех, кто Так ярко её воспринял. Может быть, какая-то строка особых сердцу пришлась. Или музыка очаровала. Общаться будем не про танец, про песню, хорошо? Вот, кто бы хотел сейчас пообщаться, поиграть в эту игру, Друг с другом об этом поговорить. Помашите рукой. Сколько человек? Сейчас вам выдадут жетончики. Сколько человек? Порядковым номером. Вы узнаете, в какой последовательности кто расскажет о своих чувствах. Итак, кто первый пожелает? Я тоже... И как только получили жетончик, Пожалуйста, приглашаю вас на сцену. Наполнила сказкой. Наполнила сказкой. И вот это удивительное явление, что песня, она представляет героя. Оказывается, новый день — это сказочный герой. Такой добрый, такой нежный. Тот, который создаёт красоту, которая является таким вдохновением, таким наполнением души. И такое ощущение, как будто в сказке побываешь, послушаешь эту песню. Очень тепло на душе. Она настраивает на настрой, при котором ты умеешь и учишься замечать хорошее, учишься любоваться окружающим миром и тем, что тебя окружает, и особым отношением к людям. И в этом очень-очень много мудрости, очень много принятия и очень много любви. Потому что без этого, без всего, ну, наверное, очень сложно было бы радоваться жизни. Спасибо большое. Песня «Новый день», она просто наполнила нежностью, такой красотой, тонкостью. И такое ощущение, что просто пропитало. Пропитало всю душу и настроение прям такое вот волшебное, сказочное. И там есть такая строчка «Принесём нежный свет души своей». И вот ощутил этот нежный свет души этого героя. И так хочется, чтобы вот этой нежности больше стало. А чем проявлять? А вот тем, чем наполнила эта песня, вот этим и проявлять окружающим людям. Спасибо огромное. Вот такую вот удивительную, замечательную песню. Очень созвучно всё, что говорилось. Песня подарила волшебную встречу с лучезарным героем. К новым днём. Удивительное сочетание интонаций, смыслов песни, её устремлённости, лёгкости и музыки, которая прямо вся звенит, искрится, как новый солнечный яркий день. Она просто поднимает и помогает взлететь в своих чувствах, чтобы встретиться с новым. Я думаю, да, это прекрасное начало для каждого дня. Чтобы жизнь стала счастливее, теплее, светлее, чтобы мы могли нести в неё нежность. Так же, как делает это герой песни «Новый день». Спасибо большое. Спасибо вам. Поскольку это песня-сказка, нам в этом приложении начинает открываться. Как же выглядит этот герой? Хотите увидеть? Давайте вот сейчас такие красивые у нас нарядные ведущие, кто желает рассмотреть поближе этот рисунок, подойдите к ним. Я сейчас расскажу об очень интересной особенности этого издания. Художник нарисовал на иллюстрации именно строчки песни. Это очень необычно. Не какую-то одну строку. Вот здесь нарисована вся песня. В таком варианте. В цветном и в жанре графики. Вы даже можете, может быть, запомнившуюся строку найти в этом рисунке. Это тоже очень интересное такое творческое действие. Это же творческий комплект. Найти строчки песни в сюжете этой картины. И если вы начнете искать строчки, то наверняка заметите, что в цветной картине в основном первый куплет отражен. А в открытке раскраски возможность подействовать уже людям. В первой части песни действует новый день. Сколько прекрасных действий он совершил. И скользнул, и смахнул, наполнил, порадовал. И чтобы почувствовать это его действие, создана открытка-раскраска. Подобное подобным познается, да? Кому очень понравилось, понравилось этот, получается, тоже мини-комплект, да? Помашите рукой. Мы приглашаем вас снова поиграть в игру и рассказать о своих самых ярких впечатлениях. Что понравилось, что порадовало. Что вызвало благодарность. Да, чем сердце наполнилось. Это все создано для того, чтобы мы жили счастливее, да? Больше красоты в нашей жизни было. Итак, жетончики выдаются тем, кто сейчас поднимет руку. А кто хотел бы благодарностью ответить за то, что получил от встречи этой? Итак, самые ваши яркие открытия, впечатления от этого рисунка и от этой раскраски. У кого номер первый? Это вообще удивительно, конечно, что сама песня нарисована. И благодаря этой иллюстрации можно вообще встретиться с героем сказки. Увидеть, как он дарит нежный свет души своей. И вот каждую строчку лепестками роз украсил. И вот эти розы, которые проявляются. Эти удивительные облака. Нежные, как крылья. И в песне поется о том, что дивный мир. Видим мы. И можно себе много что представлять. А благодаря иллюстрации смотришь и восхищаешься тому, как кофон прекрасен дивный мир. А интересно, что раскрашивая, словно бы прикасаешься сердцем к тому, что ну как это красиво раскрашивать раскраску. Как это здорово, беря пример, ощущать и встречаться со сказкой. Птички очень красивые. Птички поют. Птички играют и звенят в колокольчике. Таким прям открытием стало то, что на этой иллюстрации можно найти каждую строчку песни. Мы сейчас в группе вот находили. Это настолько интересно. И еще эта открытка очень дорога. Образом гостеприимства. Сколько здесь тепла, нежности, радушия. Вот в этой открытке просто восторг. Ты смотришь и вдохновляешься на такое отношение. Теплое и сердечное. Созвучно с тобой, что вот эта вот радушия дарит открытка. Песня, она подарила вот счастье, ощущение счастья. А смотришь на открытку и вот здесь счастьем, радушием, нежностью. Вот такое ощущение, что пропитан каждый уголок этой открытки. Особенно взор у нового дня, он конечно вообще так завораживает. Потому что столько нежности, столько заботы о том, что новый день встречаем. В этом мире. И он счастлив от этого. В этой открытке совершенно необыкновенные цвета. Необычайные, они сказочные. И имя этой песни «Новый день». И вот глядя на эту открытку, рождается такое понимание, что... Ну вообще, наверное, отношение к самой этой песне, постараться в ней не видеть то, что я привык видеть. Не искать там привычное мне, а отнестись именно как к чему-то совершенно новому. И может быть даже само слово вот это «новое», как оно внутри может отзываться. Да, вот я смотрю на открытку и понимаю, что ну вот сюжет просто вот... Все новое. Все, да, совершенно, совершенно, вот максимально, наверное, неожиданно, как оно может быть вот в этой открытке представлено. И, да, мне кажется, такой настрой задает навстречу самой песней. И увидеть здесь именно такое сказочное явление. Да, оно при этом сказочное, но рассказывающее о вполне реальных чувствах героя, о его проявлениях. И, конечно, их можно... Эти проявления, скажем так, художественный образ его здесь увидеть. И, конечно, в комплекте с черно-белой открыткой для раскрашивания, по опыту так, раскрашивания, наверное... Я в целом всегда очень радуюсь этому союзу, потому что возможность раскрасить открытку — это всегда самый лучший способ познакомиться с цветной открыткой и познакомиться с каждым уголком. Потому что то, что открывается, когда ты раскрасил, когда ты повторил цвета — это просто, ну, тоже совершенно такой необыкновенный опыт. И так, наверное, с такой тщательностью не рассмотреть рисунок, когда ты его не раскрашешь. Поэтому это такая возможность, да, знакомиться и чувствовать эту песню. То есть, фактически, мы можем познакомиться с конкретной строкой, да? Здесь же есть такая строчка — «Лепестками рос, украсил голубые облака». Он это сделал, да? Ну, можно об этом услышать, можно увидеть, а можно прямо самому попробовать, да? И будет новое ощущение, новое впечатление, новый жизненный опыт и наполнение души. — Спасибо вам, дорогие. — Спасибо. — Прошу вас. — Мы благодарны каждому из вас. — Благодарны за свет и слов, и глаз. — Вот и у вас, друзья, пришла пора привала. — Хорошо располагаться среди здраво. Пару изданий, тоже так очень интересно связанных, это видео текст и открытки-раскраски. Но в них не рисунки обычные, привычные для раскрасок. В них можно раскрасить сам текст этой песни. И вот благодаря видеопроложению можно ощутить само состояние души этого сказочного героя. Вот он наполняет красотой этот дивный мир. И вот благодаря видеокексту, как появляется само имя песни, цвет шрифта, фон, его цвет, художественные заставки. Благодаря этому мы с вами сможем открыть что-то новое в его действии или в словах песни. Ведь говорят, что красота она в глазах смотрящего. И давайте вот очень чутко-чутко посмотрим, прочувствуем и ощутим течение фильма. Печим щебетом разбужим Новый день открыл оконца По лугам скользнул уснувшим Не проснувшимся пока Одеяло из тумана Ветерком смахнул нежданным Лепестками роз Украсил голубые облака И вот давайте мы сейчас обратимся к изданию, где можно эти строчки увидеть поближе. Конечно же, это тот шрифт, который мы встречаем в видеотексте. И я вновь приглашаю вас подойти к нашим ведущим, если вы хотите рассмотреть его поближе. Четыре открытки раскраски, на которых представлен весь текст. И предложен такой интересный способ знакомства и познания содержания песни. Этих прекрасных действий в таком вот звездном, сказочном, необычном шрифте. Бывалые знают, сколько нужно усердия, сколько труда, чтобы раскрасить весь этот комплект. Сколько старания нужно вложить в каждую букву этой прекрасной красивой песни. Можно даже попытаться, общаясь с этими открытками, ответить на вопрос, почему меняется шрифт в середине песни. Обычно в театре, а комплект этот создан в театре, есть роли, есть герои. Может здесь смена ролей происходит? Скажите, кто очарован явлением видеотекста и вот этих прекрасных открыток раскрасок? Дайте мне знать. Друзья, кто полон благодарных чувств, прошу вас, не скрывайте чувства эти. Они бальзам и нам, и всей планете. Им вдохновение для сказочных искусств. Кто чувства дарит, радость умножает. Так дайте же знать, кто первым приумножить пожелает. Вот так вот, дайте знать еще раз. Я раздам жетончики, прошу. И получите ваш жетон и пропуск на сцену. Сам шрифт в фильме и в открытках, в начале он такой звездный. Это говорит о том, какой небесный новый день начался. Он настолько прекрасен, настолько он украшен звездами. А открытки, они как будто бы предлагают мне, нам поучиться, эту красоту в жизнь приносить. И шрифт такой, как будто даже какой-то ученический такой. А в конце последней строчки, то уже как начало фильма. Такого же шрифта, как будто направившись на эти чувства нового дня, чуть-чуть можно даже постаравшись, даже эту красоту, немножко учиться ее приносить в жизнь. Удивительное по красоте приложение с видеотекстом. С небывалым оформлением, с небывалыми красками. И настолько соответствует тексту и содержанию. И помогает прям ощутить то, что воспевает в песне. Столько синих оттенков, столько рассветных. И вот прям помогает пропитаться строками. Вдох наполним синевой, взор рассветными лучами. Просто приложение создаёт эту возможность. А сами открытки, как сама песня, как музыка, вот это видеоприложение просто наполняет светом, нежным светом. Вдохновляет нам благодарность. И черно-белые открытки – это вот возможность принести нежный свет своей души в ответ. Постараться поучиться этому. Мне понравились цветы и текст. Текст очень нежный. Такие слова есть замечательные в тексте самой песни, да? И он повторяется дважды. Куплет про дивный мир, про красоту. И видеотекст, фильм с видеотекстом, он прямо дал вот эту возможность, создал ощутить эту красоту. Через переливающийся звёздный шрифт, через смену картин таких прекрасных. Ощутить вот этот новый день. Ну и, конечно, открытки создают возможности сначала повстречаться с ними, разглядеть внимательно один шрифт, другой. Поразмышлять, может быть, почему происходит смена шрифта. А затем перенести эти удивительные краски на открытки. Возвращаясь к фильму, о чём хочу сказать. Он, собственно, этим и интересен тем, что почему фиолетовый фон, почему именно вот такой шрифт. Ну, то есть такие вещи, они рождают вопросы. Когда у нас рождаются вопросы, это всегда к тому, чтобы изучать, к тому, чтобы... Поразмышлять. Поразмышлять, да. К тому, чтобы допустить, что необязательно так, как ты придумал. Должно быть. Но что бывает по-разному. И, собственно, этим очень интересно. И захотелось ещё раз его пересмотреть и подумать, почему так, как есть, оно есть. Спасибо. Посмотрите, какая интересная загадка в самом шрифте. Вроде бы день, а мы видим звёзду. Мне кажется, это какой-то такой намёк, что где он рождается, где его родина. В принципе, звёзды-то и сейчас есть, просто мы их не видим, да. А благодаря этому фильму вот эту душу, чем наполнено, какими искрами, какой красотой душа вот этого героя мы можем ощутить. Спасибо вам. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Хочу задать, друзья, такой вопрос. Что вам для сердца аккомпанемент принёс? Что вам для сердца аккомпанемент принёс? Давайте поделимся теми чувствами, которые родились в результате этой встречи это же так интересно подметить вот только что вы были одни и послушав эту мелодию этот аккомпанемент уже немножко другие давайте поделимся друг с другом какие прекрасные изменения происходят в результате встречи с этой музыкой сегодняшняя встреча с аккомпанементом подарила мне открытие только в ней нежности столько света столько олицетворения каждой строки песни столько глубины удивительный сердечный ритм скрипок и в ней столько света столько нежности столько чистоты удивительно хрустальной и она дарит ощущение счастливого полета над миром вот именно над миром и открытие она у меня соединилась с открыткой что же это закрыли такие у нового дня за спиной а это вот крылья счастливого полета принесением такой любви вот этого нежного свет вот этой благодарности чистоты мира нового дня у героя этой сказки он подчеркивает тонкость которая есть в песне и при этом он затрагивает какие-то очень 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 тонкие переживания внутри тебя которые может быть совсем и не про новый день могут быть но при этом в то же самое время и про ту философию которая собственно есть песня знаете сегодня аккомпанемент он помог почувствовать характер героев нового дня и впервые вот вообще давно знакома с этим аккомпанементом но вот сегодня эта встреча она подарила как знание ощущение что вообще новый день несмотря он уже ну возможно юноша да такой вот а насколько вот этой тонкости какой-то наивной такой детской радости непосредственности такой какой-то беззаботности беззаботность живет вот в этом герое столько счастья видеть вот этот вот дивный мир потому что там такие звуки они ну очень тонкие очень нежные такие радостные в нем живет кристальности именно в чувствах можно ощутить и как рады все на улыбнем именно радость речи и она такая благодарная за проявление этой красоты и там прям колокольчики но ощущение что все звенит от их кристальности и чистотой свет на колокольчики они словно в ту атмосферу который мы видим на рисунке где-то высоко высоко над землей вот в эту атмосферу как-то такой приподнятые переносит туда и мне кажется мне еще помогают прочувствовать глубоко то тонкости нежность песни настолько весь компанемент например в каких-то высоких нотах звучит вот поднимая к этой нежности каким сказочным вот явно неземным каким-то пространством сказочным и конечно еще колокольчики они опять же дарят ощущение волшебства этой сказки что как это словно и напоминая и обращая внимание что это не обычный знакомый нам день а новый день сказка это сказка вот к этой сказке так обращает сердце а а а а а а а подарил, на что, быть может, сердце вдохновил. Знаете, мне очень нравятся эти фильмы тем, что они так заботливо, так просто помогают освоить мелодию. Вот первый фильм, там такие нотки солнечные. И вот это ощущение, что сама песня, она светом наполнена и приглашает к этому свету познакомиться с ним поближе, ощутить его, выучить эту мелодию. И он помогает разучить интонации все, чутко-чутко отнестись к нему, послушать. А вот этот фильм, который мы смотрели, там такие сиреневые вот эти нотки, они таким наполнены уже приглашением, и так хочется вместе с ними эту песню, как строчка «Пробежим по чисту полю, влажных трав едва касается». Такое же ощущение, что так нежно, чутко, тонко приглашает прикоснуться к красоте этой песни. Уникальное издание. Я так благодарна фильму за то, то, что он каждой ноткой своей, он прямо спускает нежный свет. И в моё сердце проливается этот нежный свет розовым, розовым таким каким-то нежным сиянием, светом. И вот как в открытках-раскрасках тоже приглашает подействовать, впитав этот нежный свет, получится его проявлять, прикасаясь так же, с таким же чувством, фортепианным клавишем. Восхитительное издание и уникальнейшая возможность вот эту всю звёздную красоту поучиться, к ней прикасаться и принесить её. Так здорово, что есть два таких фильмов, такой комплект. И благодаря первому фильму можно услышать звучание сольной партии, вот ловить красоту, ритм звучания, направиться в это пространство. Там даже такое оформление, как будто бы ты идёшь навстречу к новому дню. И вот тот фильм, который мы сейчас смотрели, сейчас он так очень тонко, тонкими картинами оформлен. Знаете, как акварелью, словно, нарисовали, такая прозрачность в этом. И клавиши зажигаются, созвучие с оформлением такими цветочками. Вот как подсказка, что вот можно к этому приказаться вот с такими чувствами, тонкими, бережными, внимательными. Ну настолько здорово, что вот можно это разучить и в пространстве звучания музыки этой песни исполнить сольную партию благодаря фильму «Практику». Песня завершается словами «Принесём нежный свет души своей». И вот эти оба фильма, они создают возможности, первый, ещё больше впитать его через музыку, через цвет, через рождение этих звуков. Ну а второй, конечно, поучиться это реализовывать, приносить, действовать. Это, конечно, ну просто уникальное явление и удивительное состояние, когда есть такая возможность это делать за инструментом, когда нет знаний, особых каких-то умений, а ты садишься за инструмент, и из-под твоих пальцев появляются эти тончайшие, прекраснейшие звуки. Я продолжу. Мне, знаете, эти два фильма, это как дуэт такой творческий. Первый фильм, он очень-очень наполняющий. И там, там они оба родились из видеотекста. Вот фон первого фильма, это та часть видеотекста, где словно сквозь полохи тумана проходит солнечный луч, и этот фильм, он словно сыгран солнечным лучом, вот эти солнечными зайчиками он звучит, и он прямо воспринимается, как фильм наполняющий. Вот слушаешь, смотришь, впитываешь, учишься, и вот это идет освоение всем существом вот этой музыки. А второй фильм, он из видеотекста, знаете, где? Фон, где пробежим по чисту полю и подарить ниже свет своей души. Вот эта часть, как бы отдающая часть видеотекста, она служит основой второго. И вот, знаете, цвет его звуков, это, мне кажется, приглашение к благодарному проявлению нижнего света своей души. Вот прямо время отдачи наступает, наполнился, освоил, а теперь эти чувства подари своими кончиками своих пальцев. И получается такое, знаете, очень творческое пространство, которое все возможности и наполнится, и разучить, и подарить это, то, что освоил реально. У меня очень с вами со всеми созвучно. Фильм «Практикум» с такой любовью создан для каждого-каждого из нас. Вот прям столько в нем живет вдохновения, начиная вот с первого рисунка, да, вот уже как дышат там такие цветочки, встречают нас, каждая нотка спускается. И с каким ритмом? Как вот ритм, он такой неспешный в начале. Прям вот, что может каждый прикоснуться, и у него обязательно получится сыграть. Обязательно получится. И вот столько в нем вдохновения, я прям в восторге от него, что вот любой человек, который желает, может прикоснуться к этому чуду и воспроизвести его. И сколько в нем любви чувствуется в каждой нотке, сияющей. И завершающая составляющая этого творческого комплекта называется «Видеокнижка». Новые возможности для творчества, причем и индивидуального, и даже совместного. Давайте мы ее с вами посмотрим, и словно почувствуем себя вот этими участниками, можно сказать, такого, ну как фильм, как «Дирижер», да, он ритм задает, подсказывает, когда начинать, и дает строчки, которые важны прочесть, и даже сам настрой можно ощутить в цвете букв, в самооформлении. И можно, конечно, про себя, да, давайте слух не будем читать сегодня. Знакомимся, познакомимся с ним. Прошу. Да, благодаря видеокнижке можно прикоснуться к истоку искренних чувств и духовному содержанию песни. Встречаемся. Она подарила вот такое ощущение, что «Видеокнижка» создает вот такие возможности, и вот герой этой песни «Новый день» для наполнения души нежным светом, который потом можно принести. Вот, и что удивительно, что все условия вот в видеокнижке для этого созданы. Во-первых, там удивительный аккомпанемент, он немножко другой, чем вот то издание, которое отдельно, да, и он как бы вот каждое слово нам помогает произнести именно в ритме, в созвучии, вот, с песней самой. Вот, и расположение текста тоже помогает. И вот эта красота и какая-то вот, ну, я не знаю, вот именно возможность благодарному сердцу наполнится нежным светом души. Вот, чтобы его принести, надо же наполниться. И видеокнижка создает для этого, вот, мне кажется, все возможности. Я тоже почувствовала, что возможность этого издания уникальная. Можно войти в ритм с этой сказкой, и вот она прям, словно для прочтения сердца, ну, вот как сердцем, душой слиться с этим героем, с его нежностью, с его тонкостью, для того, чтобы можно было напитаться и учиться проявлять эту красоту. Красота, что приумножалась. Вот она прям от встречи с видеокнижкой точно приумножается. Настраиваешься на именно ритм самой сказки. И словно душой прельмую к этому герою удивительному, новому дню. Очень созвучно. И по поводу аккомпанемента, то, что он в видеокнижке немножко отличается. И это, ну, он такой нежный, там вот, он создает все условия, чтобы, наверное, отнестись к самой песне, к словам. И вот в такт, в такт с мелодией постараться прочитать. Вот. И мне еще, я сегодня задумалась над тем, что на каждом развороте по фразе и завершенные фразы все. И это тоже такое ощущение целостности этой видеокнижки, ну, и целостности этих возможностей, что вот даже фраза, ну, она уже сердцу, ну, я не знаю, каждая фраза, да, она звучит в сердце. И каждая фраза, когда ее читаешь, такое ощущение наполненности происходит. Очень интересно. Образ целый дарит. Конечно, сердце благодарно, девочки. Я вот продолжу. То, что есть такие издания, которые позволяют вот все, что подарила сказка, возможность это выразить максимально. И здесь звуковой ряд, это аккомпанемент и соло звучит. И оно вот точно-точно, вот идя за ним, ты сольешься со сказкой, ты сможешь это выразить. Такое, знаете, как путеводитель. Ты слышишь? И поэтому и читать легко. И действительно, вот я согласна, знаете, тут и чувства, и мысли, все соединено вместе. И это чувство благодарности, которое можно вложить, и понимаешь, что ты на самом деле можешь это сделать красиво. Все условия для этого созданы, например. Влиться в эту сказку и соединиться с ней душой и сердцем. Мне тоже очень понравилось читать сейчас видеокнижку. Она дает радость речи. С героем на угнём, с этой атмосферой, она ближе помогает почувствовать, какая волшебная атмосфера в этой песне-сказке. Как радует каждому-каждому. И она очень радует своей хрустальности и чистотой. А такие алые буквы, они прям горят, как для сердца и для души. Встречайся мы с тонкостью проявлений скачанного героя. Мне очень понравилось. Мы сегодня читали видеокнижку про себя, молча. Но такое было ощущение, что всё пространство звучало. И вот этот удивительный солирующий инструмент, который чем-то напоминает клавесин. Такой звонкий, такой чистый, такой яркий. И такое ощущение рождается. Какое-то удивительное, сказочное волшебство этого приложения. Как будто бы персонажи, герой сказки ожили. И как будто бы они читают сейчас. Вот так радостно, вот так чисто, вот так звонко. И стараешься вместе с ними. То есть настолько он совпадает с текстом, вот именно прочтению текста. И столько радости дарит это действие. Просто удивительно счастливые возможности. Побыть в этой сказке, так в руке с героями этой сказки подействовать там. Прикоснуться к этим строкам, к этим смыслам новым. И на самом деле наполняешься счастьем. Праздник встречи. Наш путь по комплексу уже достиг финала. Осталось малость, только завершить. Мы покидаем вас. А вам желаем в счастье жить. Желаем, чтобы ваша жизнь прекрасней стала. АПЛОДИСМЕНТЫ